Приветствия, дорогие мои! Я Крайон из Магнитной Службы. Энергия на сцене сегодня, в сцене жизни. Прекрасные послания от Гай, такие глубокие, такие истинные, такие любящие. И будут те, кто будет говорить, что такое не может существовать. Чем они, в своей сути, странная вещь, действительно, когда ты можешь открыть путь к Духу, который вы называете Богом, и будут те, кто будут разговаривать с вами таким образом. Идея получения посланий с той стороны завесы, через человеческое существо, как вы это видели сегодня, в буквальном смысле часами, и будут те, кто будет говорить, нет, такого не может быть, не может. И я скажу вам снова, это всегда было так. Все писания на вашей планете, все они, были написаны человеческими существами, которые были под воздействием любви, говорили через канал Духа. Самые глубокие слова Бога, которые у вас есть, это были слова людей, переводящих Дух. Самые высокие религии на планете представляют это. Всегда есть способ соединиться. Итак, опять мы соединяемся. Вы здесь. Здесь столько тех, которых вы не можете видеть. Опять что-то невероятное. Те в четвертом измерении, в котором, как вы говорите, живете. Почему бы вам на мгновение не позволить антуражу расположиться здесь? Это сладкое место. Сердцевинная группа здесь. О, ничего такого подобного еще не было. Есть столько восхищения. Их здесь так много. И они ждали так долго. И они все наполняют эту комнату опять, чтобы встретиться с вами лично. Этим утром мы предложили вам прочувствовать их. Этим утром мы сказали вам, что если вы можете сделать что-то для планеты и для них, так это хотя бы поверить в то, что это возможно. Верования, они так подвержены влиянию, потому что вещи, которых мы просим, всегда невидимы. Всегда невидимы. Так сложно в действительности для вас поверить, что такое может действительно существовать таким образом. Древняя цивилизация, следы которой никто не может найти, посадила семена человеческой природы, имела дополнительные измерения, которого у вас нет, и жила на планете очень долгое время, и имела высокую технологию. И когда вещи стали определенным образом, они поняли, что их цивилизация сместится, что они сделали? Они сместили измерения, взяли порцию себя, порцию цивилизации, избранных, которые пройдут через это, и переместились в отдаленное место внутри Земли. Я скажу, когда это падает на уши четвертого измерения, это звучит как сказка. Сказка. О, но там столько еще всего. Так, вот мы здесь. Сейчас будем говорить о науке. Мы будем делать то, что Крайан любит делать. И иногда это то, чего мой партнер опасается. Да, мы будем говорить о науке. Опять. И прежде чем мы будем это делать, как бы нам сделать это? Можем ли мы метафорически снять крышу с этого места и позволить небесам светиться над вами метафорически, таким образом, чтобы вы были открыты и чтобы вы видели звезды, так как они наполнены жизнью? Тяжело поверить, что некоторые из этих жизней знают, что вы существуете, когда вы не знаете их существования. А я скажу вам, как. Свездные семена, которые создали лемурию, они все еще там, и у них есть межпространственный нюх. Они знают вас. Есть жизнь в этой вселенной, которая знает о вас, о третьей планете, от Солнца, и вы никогда их не увидите. Существуют сущности, в ангельской реальности, которые знают о планете Земля, и они сидят здесь, потому что они знают ваши имена. Тем не менее, вы не верите в это, потому что это так невидимо. Ну вот, опять. Он говорит о межпространственных вещах. Он говорит о вещах, которые невозможно увидеть, прикоснуться. Он хочет дать вам историю о людях в горе. И поэтому я поменяю. Буду говорить о науке недолго. Но не прежде, чем я обращусь к тем, кто здесь. О, я говорила так часто, и вам придется слушать это опять. Вас так много здесь. Мы разговаривали с вами по дороге. Когда вы наклонялись к свете рождения, мы были там. Сколько из вас интересуется, в чем же смысл жизни? Сколько из вас говорили Богу, «Я уверен, что есть причина в жизни, но я не знаю, в чем она». Так много раз мы слышали, вы говорите в секрете своей собственной жизни, когда вы думаете, что никто не слышит, вы говорите, «Если мне еще раз придется пройти через это, я никогда сюда не вернусь». О, да, вы вернетесь. Потому что это то, что вы делаете. Вы приходите на планету, и после того, как мы говорим, «Вы готовы?» И вы наклоняетесь в этот ветер, этот прекрасный цветной ветер, который так сильно дует с планеты, которая такая духовная, и приглашает вас, лемурийцев, самарянцев, ходить по планете в любви. И вы говорите, «Да, мы возвращаемся». Потом вы идете, часть у вас идет, и часть у вас остается, высшее «я» остается. Для того, чтобы разговаривать с другими высшими «я», это то, как этот план достигается, это то, как всегда было, частичка вас, которая не помещается, она над вами, и вы знаете это. Я был там. Это часть того, что я делаю. это быть там, где есть вы. 16 лет назад мне было разрешено поговорить с вами, и вы слышите это сейчас. Я был там, когда устанавливалась решетка. Но никто меня не слышал тогда так, как вы слышите меня сейчас. Изменение энергии на этой планете позволило этому случиться. Теперь, что я делаю, этот антураж, который приходит сюда, мы садимся, и мы омываем ваши ноги. Вы знаете это. Братья и сестры, я знаю ваши имена. Мы пили это в свете так много раз. Но это все так невидимо для вас. Так невидимо. Если мы будем говорить о межпространственных вещах, нам придется дать вам метафоры. Да, пять. Поэтому позвольте дать мне вам парочку из них. Вы живете в четвертом измерении, некоторые называют это третьим, но оно очень ограниченное. И это уместно, чтобы оно было ограничено. Это ваш выбор, это было так установлено. И трудность заключается в том, чтобы увидеть, сможете ли вы раскопать в этом человеческой натуре, в этой биологии, как вы называете, и выдумывайте это четвертое измерение и найти межпространственную искорку, которая позволит столькому развернуться и произойти. Некоторые называют это активацией частичек ДНК. «О, это так линейно. Это гораздо сложнее, чем это». Но вы не можете это понять. И я не могу вас этому обучить, потому что это за пределами вашего восприятия. Это просто необъяснимо. Но я могу дать вам метафору того, как необъяснимо это. И я это сделаю опять. На момент, вообразите, что вы приземлились на планету, где все, кто там есть, видят в черно-белых красках. Это их эволюция, и она хорошо им служит. Они видят миллионы оттенков серого. И они любят это. Это прекрасно для них. И они не могут вообразить ничего другого. Миллионы-миллионы оттенков серого от белого-белого к черному-черному. И они ходят в лесу, и они могут видеть вот этот определенный серый или вот этот серый. Как красиво. Они так любят природу. И это то, что их эволюция им дала. Это глубоко для них. У них другие глаза, нежели чем ваши. И вот вы приземляетесь на планету, и ваша работа рассказать им все о цвете. Не так долго пройдет, пока они начнут отходить от вас. О, это странный какой-то. Видит странные вещи. Пытается сказать нам, что мы не видим так. Это красиво. Давайте не будем слушать этого человека. Он, наверное, не знает, что он говорит. Он видит за пределами реальности. Как мы можем объяснить цвет тому, кто видит все в черном-белом? Вот еще что. Попробуйте объяснить цвет слепому, как вам вот это нравится. У них даже нет концепций форм. Они не видят даже черно-белого. И вам придется рассказать им все о цвете. Возможно, вы скажете, что это невозможно сделать. И вы правы. Не в четвертом измерении. Это действительно очень сложно. Позвольте мне дать вам еще один пример, к которому мы вернемся позже в нашем путешествии сегодня. Вы приземлитесь на планету, где все слепые. Они очень хорошо могут перемещаться. Они измеряют расстояние ко всему. У них есть компьютеризированные мозги. И когда они ходят, они знают землю, по которой ходят. Они знают, где все ямочки, комочки. Они даже путешествуют на дальние расстояния. Путем упропывания ошибок они знают, где все горы, где кочки, потому что они путешествовали уже на дальние расстояния. Но они знают. Они довольны своим существованием, потому что они никогда не знали ничего другого, Чем больше путешествий они сделали, чем больше людей вернулось, тем больше они свой мир знают, тем более они своим миром довольны. И это их реальность. Вот вдруг вы появляетесь со зрением. О, вижу это прямо сейчас. Вы приземляетесь, вы смотрите, они приветствуют вас, они рады видеть вас, они рады видеть всех других планет. И вот вы смотрите на ту гору, которая имеет очень странную форму и красивый цвет, и вы говорите, о, какая красивая, интересная форма гора, как она называется. И они отступают от вас. Как ты знаешь об этом месте? Ты там не был. У вас ушло несколько лет расследовать это. Мы уже потеряли 18 людей, чтобы раскрыть это. Нам надо было знать, где обрывы, где реки, где кочки, ямки. Мы должны были знать, где это все. А ты знаешь, где это, не совершая самого путешествия. И они отступают от вас. Ты отличаешься от них. Некоторые думают, что ты искусственный. Как это ты мог знать? Ты никогда там не был. Ты не мог знать. Ты не потратил на это время. Ты не можешь знать. Итак, я вам только что описал разницу между вами и лемурийцем. И через минуту мы подойдем к этому подробнее. Объект этого урока попытаться дать вам науку, которая невидима, метафоры, которые попытаются объяснить, каково это на самом деле. И, возможно, это не есть такой фантазии. Возможно, это реально, но просто ваше восприятие не позволяет воспринимать это. Я хочу поговорить о науке и о причинах, почему я это делаю, мой партнер. Так это потому, что я могу. Я дам вам восприятие, которым можно подумать. Два объекта на столе. Мне все равно, какие. Два объекта на столе. Что вы видите? И вы увидите, и вы скажете, вот я вижу один объект, между ними расстояние, другой объект и стол. А вот информация, которую мы вам сейчас дадим, нет такого понятия, как расстояние между ними. Они все существуют в постоянном, меняющейся целостности и продолжительности. И если бы у вас были межпространственные очки, и вы могли их хотеть, вы бы не увидели два объекта и стол. Вы бы увидели процесс, и внутри этого процесса цвета бы сказали вам, где разница в энергии, а в четвертом измерении вы видите это объектами, но в межпространственности было бы видно только процесс. Я не могу объяснить этого. Кроме того, что эти межпространственные очки дали бы вам очень драматическое понятие того, что нет такого понятия, как расстояние между объектами. Вы разделены от любимого человека? Возможно, они по той стороне Земли? Нет такого понятия в межпространственности, как расстояние между. Не существует. Вы соединены прямо сейчас в квантовом состоянии. Вы соединены. О, позвольте дать мне вам большой пример. Как вы думаете, что отсоединяет вас и тех, кого вы любите, и кого вы потеряли недавно? Слушайте, я разговариваю с вами. Что вы думаете разделяет вас? Пространство? Смерть? О, позвольте сказать вам истину. Нету расстояния между вами. Нету времени между вами в межпространственности. Нету расстояния. И жизнь, она вечна. Ваше восприятие жизни, человеческой жизни, как будто бы это и все. И знаете, что это смешно, лемуриц? И вы знаете это. И вот опять. Вы здесь, но вы этого не видите. Нету расстояния между теми, кого вы любили и потеряли. Нету вообще. Но в четвертом измерении вы говорите, что оно существует. И вы оплакиваете тех, кто в четвертом измерении брал себя способом того, что вы называете смертью. Если бы вы одели межпространственные очки, вы бы увидели, что они здесь. И эта сущность, называемая Крайона, он ваш брат, и он знает, и она знает. Как это выглядит, потому что я смотрю на это прямо сейчас. Мой партнер не открывает глаза во время ченнелинга, и этому есть очень хорошая причина, потому что я не покажу ему четвертое измерение. Он всегда видит других. И это очень отвлекает для существа из четвертого измерения. И они здесь. Итак, подумайте над этим. Аудитория наполнена человеческими существами в креслах. И каким-то образом, каким-то способом, тысяча лемурийцев сидит здесь, из горы, вот там. И каким-то образом, здесь присутствует антураж ангелов из другой страны завесы, которые пришли из Крайона. Каким-то образом, антураж от каждого из вас также здесь, и вы говорите, так где же они все сядут? Как насчет колечка моего пальца? И вы не поймете это, правда? Как насчет кончика моего пальца, потому что они все поместятся здесь? Вот это высшая физика. Это возможно, знаете? Межпространственность, форма, время, расстояние. Они не как у вас. Итак, мы переходим к предметам науки, которые мне очень интересны, гораздо менее интересны моему партнеру. Это не только о том факте, что нету расстояния, и нету формы, и нету расстояния, если мы выйдем за пределы четвертого измерения. В четвертом измерении вы раскрыли, если вы смотрите на форму атома и на его части, насколько это возможно, и используя очень умные способы, вы увидите, что огромное расстояние пространства между нуклеем и электронным газом, невероятное количество расстояния, так много, что вы теперь смотрите на материю, как ученые, и говорите, а знаете ли вы, что большинство этой материи сделано из ничего? Это хоть имеет смысл какой-то? Нет. Оденьте ваши межпространственные очки, и я вам скажу, что не существует пространства между нуклеем и электронным газом. Существует процесс, и это дополняет, то, чего названия у вас нет, и у нас тоже. Вам придется придумать это самим, но это название озера наполнено двумя братьями, магнетизмом и гравитацией. Эти два брата абсолютно нераздельны. Вот ваши ученые назвали основные силы на планете. Магнетизм и гравитация. Вот два из них. Нет, это одна сила. Но они не видят их вместе, потому что они межпространственные, и они не могут увидеть это. Давайте будем изучать магнетизм, или давайте будем изучать гравитацию. Вы не можете изучать одно без того, чтобы не изучать другое. И эксперименты с одним будут активировать другой. И иногда они не помнят, и говорят, что это очень странно. Мы просто не можем понять, что происходит здесь, потому что они воспринимают их в единственном числе. Они хотят положить магнетизм и гравитацию в отдельные коробочки, но вы не можете этого сделать. Это было бы как изучение большого пальца человека на ноге и игнорирование остального тела. Хотя, возможно, это можно сделать, и, наверное, есть те, кто сделал бы это. И каждый раз они бы раскрывали, что палец подсоединен к ноге, говорили бы, здесь что-то не так, давайте будем изучать сначала. Потому что опять нам попадается нога. А мы хотим изучать только палец. Магнетизм и гравитация именно такие же. Они нераздельные, брат и сестра. И когда вы увидите аномальности в одну, я вам могу сказать, что именно другой причиняет их. И они никогда не могут понять этого. Я сейчас даю картинки моему партнеру, и он, конечно же, хотел бы, чтобы я этого не делал, потому что он не может объяснить то, что он видит, не больше, чем я могу объяснить. Позвольте, я вам дам пример того, о чем вы не думали, что очень распространенно, очень невидимо и очень мощно. Ваши дети играют с этим, и вы вообще никогда ничего об этом не думали, вы никогда не продумывали это. Кусок магнита. Два. Детские игрушки. Существуют для того, чтобы с ними играли, потому что они такие интересные. А сделайте большой кусок магнита несколько инчей длиной. И когда вы возьмете эти два куска магнита и соедините их в одно состояние, вы с трудом разделете их. А когда они соединены вместе, их почти невозможно разорвать. В другом положении они отталкиваются друг от друга, и вы не можете соединить их вместе, как тяжело бы вы ни старались. У вас столько забавного с ними происходит. Вы их притягиваете и отталкиваете. Все, что вы делаете с этим, и сколько игр вы делаете. Некоторые из вас даже имеют игрушки у вас на столах, когда вещи задержаны между положительным и отрицательным, и похоже, что они застряли в воздухе. А кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, где же та энергия, которая делает это? Ребенок бы посмотрел на это и сказал бы, а где батарейки? Как часто нужно их заменять? А взрослый бы сказал, здесь нет никаких батареек, и их не нужно никогда заменять. Да, ребенок бы посмотрел и сказал, откуда берется эта мощь? Даже они знают это. Подумайте, что может причинить, чтобы постоянно можно было быть притяжением или отталкиванием такой силы всю свою жизнь. Ничего не подключено к этому, никаких батареек, ничто не подключено в сеть, и тем не менее, иметь такую мощь, такую физическую силу, которую можно видеть двумя глазами. Сколько из вас думали об этой силе? А я вам скажу, что это магнетизм, который прерван гравитацией таким образом, что он создает аномалии в обоих полях и подключается к космической решетке и заполняется силой межпространственной энергии, и это длится вечность. Вы хотите увидеть энергию для двигателей? Возьмите два куска магнита. Лучше не придумаешь? Нет ничего более примитивного, чем это. Никаких рабочих частиц. Бесплатная энергия. Навечно. Когда-нибудь об этом думали? О, физики говорят, что ничего нельзя получить просто так. Обязательно должна произойти какой-то обмен. У них есть формулы, которые описывают, что они обсуждают это, но они не знают, откуда берется эта мощность. Некоторые начинают это видеть, но ведь это же невидимо, не так ли? Кажется, идут с тех мест, которые невозможно описать. Позвольте мне рассказать вам о системе работы магнетизма. Вот северный и южный полис, допустим, кусок магнита, а вот если посмотреть альбом в другом объекте, который гораздо больше имеет северный и южный полис, интеграция, которая происходит, и энергия, которая должна там быть, как, например, ваша магнитная решетка. Что приводит в действие этот механизм? Некоторые, которые ученые спрашивали, есть ли какое-то ли вы воссоединили или связь между северным и южным полисом, между ними, таким образом, что ее невозможно увидеть? И ответ на это, конечно, да. И это межпространственная связь, которую вы не можете увидеть. И если вы не хотите это понимать, то я сделаю это очень просто. Это двигатель, который межпространственный, который всегда включен, и он всегда доступен, и создает силу из ничего. Мощь из ничего. Вот это чистая наука. А теперь я дам вам еще один пример, о котором подумать. вы приходите и разделяете все по ячейкам. Звук, цвет, и говорите так красиво, и вы приписываете цвета этим вещам, и звуки этим вещам, и свет вот этим. Никогда не понимая, что каждая вещь на этой планете имеет все три. И они интегрированы в одно. Вы не можете их отделить. Вы можете рассматривать их индивидуально, если захотите. Но это было бы как рождение в симфонию, на оркестр, и попросить послушать одну скрипку. Зачем бы вы это сделали? Когда весь оркестр такой глубокий, зачем вам нужно изолировать это? И говорят, давайте будем изучать только одну вещь, и будем игнорировать все остальное. А может быть, это потому, что вы не можете увидеть, услышать и оценить все остальное, потому что оно, как правило, невидимое. Крайон, ты что говоришь мне, что обычные вещи будут иметь в них свет? Но вам предстоит еще это открыть. И когда вы это сделаете, будет такой шум. И это волнение будет такое, что мы на самом деле не понимаем материю вообще. Вы найдете свет в материи. Свет существует в материи. Да, он может быть очень тонкий, но он там есть. Мы бросаем вызов вашим ученым найти это. Любую камеру. Вы можете положить любой объект, разделить их, разрезать их, как, например, камень, и проверить ультрачувствительным оборудованием. Оставить его там на неделю или на месяц. И вы зарегистрируете, сколько фотонов вышло из этого камня в этой полной темноте. И я гарантирую вам, что когда вы вытащите это все из камеры, и проявите свою пленку, вы обнаружите, что свет существует в камне. Когда вы это обнаружите, вы увидите, что он также имеет вибрацию, которая очень высока. И вы это не поймете. А когда вы говорите о высокой вибрации, вы не думаете о цвете, потому что это за пределами человеческого зрения. О, это так красиво! Откуда я знаю это? Да потому что я смотрю на это прямо сейчас. Я смотрю на вас, и вы красивы. Все имеет свет. Какой бы ни был высокий свет, он имеет свет. Даже в миллионы гигагерцов он все равно имеет свет. И звук, о, какой-то оркестр, какой звук делает этот свет. Видите ли, свет всегда имеет звук. Вы не знали это, люди? Кто из вас слушал свет недавно? Сомневались ли бы вы, если бы я сказал, я говорю, что ваши ученые докажут, что ДНК поет? Инструменты покажут, что ДНК поет, и вы будете говорить, ух, а это похоже что-то на то, что Крайон нам сказал? Да. Но не ждите их, чтобы они подтвердили это вам. Почему бы вам не поверить в это прямо сейчас? Я говорю вам вещи, которые сейчас, в эту минуту, так близки к раскрытию. Итак, мы говорим о вещах, которые настоящие, которые в четвертом измерении, когда вы можете видеть межпространственную деятельность, как магнетизм и гравитация, свет, звук и цвет. И это все приводит нас к лемурийцам. О, Боже, а как нам поговорить с вами об этом? Вот еще одна странная концепция, невероятная. Некоторые даже назовут это лунатичным французским. Горя, которая так недалеко отсюда, который есть портал, называете вы ее Шаста, там есть город. Может быть, он может поместиться на кончике моего пальца? Он может? Но вы не хотите слышать это, потому что это не размещается в превью вашего понимания и восприятия реальности. Лемурийцы здесь все равно, даже за пределами ваших верований. Тем не менее, есть те, кто скажет, знаете, что это просто смешно. Нужно было бы взять необыкновенную науку, чтобы это было возможно. А лемурийцы, у них не было компьютеров, у них не было телескопов, у них не было даже электричества, нет никакого доказательства, что у них вообще что-либо было. Мы даже не можем найти остатков их цивилизации. Если бы они были, мы бы нашли их, мы бы узнали бы, они бы эволюционировали. Позвольте мне вас привести на планету с теми слепыми людьми. И вот вы возвращаетесь туда после тысячи лет. После тысячи лет у них прошла эволюция, и вы вернулись. И вот они эволюционировали. И теперь каждый из них носит аппаратик на голове. Это как маленький радар, который позволяет им видеть, что перед ними, сканируя, как радар. У них нету зрения, у них нету цвета, у них нету черного и белого, но они знают, что перед ними. И они очень обрадованы своей технологией. Это высшая технология. У них есть компьютер, у них есть электричество. У них есть способ иметь все эти вещи. И вот они одевают этот аппаратик к себе на глаза и такие довольны своей технологией. И вот вы появляетесь опять. И вы говорите, это очень интересная кора там, какой красивый у нее цвет. А они говорят, как ты можешь это делать? У тебя же нет аппаратика. А вы говорите, да, но у меня есть зрение. А они говорят, а мы не знаем, что это такое. И очень скоро они отходят от вас. Вы слишком отличаетесь. Вот это очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся, когда мы встречаемся с лемурийцем. Вы ставите их в коробочку четвертого измерения и говорите, что если у них не было аппаратика, они не могли бы сделать этого или другого. Мы сидели на этой сцене год назад и говорили вам о эволюционирующих сумарянцах, которые вышли прямо из лемурийской культуры. У нас есть артефакты, вы говорите, сумарянцы. Если бы вы посмотрели на берлинскую печать, вы бы увидели, что у сумарянцев была не только математика, основанная на шести, но они рисовали картинки девяти планет, и у некоторых из них имели кольца. А вы говорите, а как такое может быть? А я вам скажу, потому что они могли увидеть это. Они были соединены с ними. Не было места, пространства между ними и Юпитером. Между ними или Солнцем. Они могли видеть это очень четко, без телескопа, без компьютера и без аппаратика. И это истина. И вы, возможно, скажете, ну, крайен, даже если бы они могли делать это, сколько тысяч лет уже прошло? 50 тысяч лет назад они бы уже давно умерли. Как это может так работать? И опять мы говорим, это ваше восприятие четвертого измерения. То, что вы делаете, вы стареете и умираете. Ой, еще столько неактивированного ДНК у вас. Этот лемурийский слой, номер семь, о котором мы говорили вам в прошлом году, вы даже не прикоснулись к нему. Многие из вас только-только раскрывают номер шесть слой, слой общения. У лемурийцев было целый ряд этих слоев активированных. Это было так глубоко, что они могли делать. Так как они могут жить так долго? А я хочу дать вам пример четвертого измерения вечной жизни. Как пример того, что вы не цените еще, понимание того, чего у вас нету, позвольте сказать вам. Вот метановыми раковинами вашими океанами, сотни футов ниже моря, существуют микробы, которые только недавно были раскрыты, и на самом деле еще их предстоит раскрыть. Их подняли на поверхность, проанализировали и обнаружили, что некоторые из них живут еще со времен динозавров. И я не говорю о детях этих микробов. Я говорю о микробах. А потом они осознали, как после того, как они взяли образец, что вот эти микробы, там нету света, там невероятное давление, там нечего кушать, там нету метаболизма, там нету продуктов отхода. И вот они здесь, живые. И они были здесь со времен динозавров. Это делает их старее, даже чем эта жизнь в горах. О, как такое может быть существовать? Должна быть эта ошибка? Вещи не всегда такие, какими они кажутся на первый взгляд. Существует жизнь на вашей планете, которая старее, чем лемурийцы в горах. И почему вы желаете приписывать необъяснимое отношение? Вы верите в ангелов, почти вся Земля верит в ангелов. И тем не менее, когда мы говорим о существах, которые межпространственны, и ждали здесь вас, ждали развития этой энергии, которая только сейчас вот-вот созревает, тем не менее заходят те и говорят, этого не может быть, не может быть. О, а ангелы могут быть, а ангелы они божественны, они другие. Так, так же и вы. Так же и вы. Вот оно, послание Крайона. Это послание тех лемурийцев, которые сидят здесь и говорят, межпространствуется не то, что вы думаете. Не только мы знали это, но мы ждали энергии вашей божественности, чтобы она совпала с тем, что мы знаем. И у них есть послание для нас. Есть человеческие существа, даже по другой сторону завесы. У них есть послание для всех из нас. У них есть послание для Крайона. Вы говорите, ну ты же с ними поддерживал связь. Не так ли это? Да, это так. Так какое же это послание они могут тебе дать? А я скажу вам, какое послание лемурийцев, тех с той стороны завесы. Вот у них послание. Происходит сейчас пробуждение на зиму. Мы никогда не знали, случится это или нет. Но сейчас эта вибрация, которая позволяет нам показать себя в свете тем, кто поднимется на гору и посмотрит. Мы никогда уже не думали, что это будет возможно. Они танцуют на улицах своего города. Знаете ли вы это? Сколько лет они ждали, чтобы люди пришли в эту комнату и пригласили их? И поверили, что они там. У них есть послание для вас. Мы слышим, как они поощряют вас. А что вы слышите, они делают? О, Крайон, я вообще-то ничего не слышу. Так давайте прислушиваться больше. Невероятно невидимое, вы говорите. Вы во столько всего верите, во столько невидимое видите. Вы кладите все это по коробочкам. Вот это ангелы, это можно. А лимурицы в горе нет. Может быть, это время, чтобы начать думать по-другому. У меня еще есть вам две вещи, которые я должен рассказать. И это следующее. Вы не поверите в это. Мы дадим вам атрибуты ДНК, о которых мы только недавно говорили немножко. Но сейчас время о том, чтобы рассказать об этом поподробнее. Таким образом, он будет говорить опять необыкновенные и невероятные вещи. Итак, я уже сразу приступаю к этому тогда. И это описание атрибута человеческого сознания, которое я сейчас пытаюсь показать моему партнеру. И он не развивает эту метафору вместе со мной, потому что это сложно. Итак, давайте попробуем. Человеческое сознание имеет атрибут божественности, который встроен в ДНК. И одно из этих атрибутов, которые вы не верите, и вы не можете это видеть, потому что было бы это для вас очень странно и невероятно. Куда бы вы ни ходили, остается след, который вы оставляете в зависимости от количества энергии, которая была развита. Мы говорили это раньше. Там, где вы ходите, Гайя знает вас. Мы говорили раньше, что вы всегда оставляете что-то ваше, что-то больше вас. Вы оставляете отпечатки на энергии вокруг, что бы это ни было. Еще долго, после того, как вы уйдете, оно остается там. Просто быть человеческим существом и ходить с одного места в другое оставляет отпечаток по всему. То, что вы называете межпространственные вещи, да даже вещи вашего измерения, поддаются этому влиянию, это способность есть у всего человечества. Но она особенно сильна в тех, которые прикасаются к своей собственной божественности и начинают пробуждаться, потому что ДНК отвечает, и энергия растет, когда ты взываешь к божественности. То, что мы говорим вам, что у вас, как у человеческого существа, есть сознание, поддерживаемое вашим ДНК, и оно оставляет отпечаток на энергии, и это там остается. И это глубоко. Это объясняет многие вещи. Это объясняет силу молитвы. Это объясняет привидения. Подумайте об этом. Энергия, которая остается за вами, от человеческого сознания, которое идет через процесс. Вы говорите, знаете, что это звучит как темная энергия? Дозовите это как хотите. Это просто энергия. Нет никакого суждения о ее ценности. Но в действительности мы говорим вам, что если вы хотите приписывать темное и светлое, то темное всегда будет проигрывать, потому что божественный свет, который вы несете в себе, гораздо сильнее, и он останется гораздо дольше. Этот процесс, никто из вас даже не знает, о существовании этого, формирует вибрации Гайи. Когда человечество решило вибрировать выше, когда оно передумало, то все изменилось, даже сама Земля. Гайя ответила вам. Гайя влюблена в вас. Слышали ли вы это сегодня? Почувствовали ли вы это сегодня? Это было принесено для вас с целью женщиной, человеком, матерью. И это не случайно? Почувствовали ли вы сладость Гайи? О, это не такое послание, как от магнитного мастера. Даже, несмотря на то, что я говорил вам, что во мне есть женская энергия, но кто из вас хочет поверить в это? Но Гайя, она действительно мать, которая отвечает ребенку, называемому человеческое сознание. И кто поверит в такое? Вот что я сейчас делаю. В сумме я скажу вам слой ДНК, который больше всего использовали лемурийцы. И даже после того, когда я вам расскажу об этом, вы не поймете это. Но мы это сделаем, потому что мы можем. Потому что для некоторых из вас эзотерика так интересна. Это слой 10. Итак, 10, 11 и 12, они очень отличаются от других слоев. И мы извиняемся опять перед межпространственной семьей, которая здесь, что нам приходится брать эти вещи и раскладывать их по коробочкам и давать им номера, потому что ДНК работает вместе. Те, кто межпространственные, смеются прямо сейчас, но это как будто бы налить ванну, посмотреть на ванну и сказать, «А давайте теперь определим частички». Вот это горячая частичка, вот это холодная частичка, а вот это вот молекулы, а вот это вот атомы. О, кому хочется этим заниматься? Вам же хочется просто залезть и получить удовольствие. Действительно, вам хочется залезть и получить удовольствие от целостности ДНК, но нам приходится разбирать это, потому что вам нравится это. Итак, мы берем 12 и разбираем их по частях. Половину разбирали уже больше года, потому что вам нравится это делать, потому что вы линейны, и мы понимаем это, и поэтому даем вам сейчас вот это. Это линейно. 10, 11 и 12 слой не имеют названия, как предыдущие и оставшиеся слои. Лемурийский слой, слои общения, божественный слой, целительский слой. 10, 11 и 12 слои являются ключевыми процессовыми слоями, слоями, слои действиями за пределами номера слоя 3. Они общаются со всеми с ними по кругу. Самое сложное, что пришлось делать моему партнеру, так это объяснение слоев ДНК. И теперь, к его ужасу, я дам ему задачу. Ему придется написать книгу об этом. Я дам тебе слова, мой партнер. Номер 10. Ва-и-кра. Ва-и-кра. Взов к божественности. Это свое действие. Он имел другое название для лемурийцев, которые не умудрялись с называнием ДНК по слоям. Они видели ДНК наутари как божественный источник их существования, их божественности, их второго зрения. Они не видели это как биологию для изучения человеческого тела. Они любили Я-и, потому что он был в состоянии взять это, понять это такой степени, чтобы они могли жить так долго. Они любили Каху, потому что он был в состоянии положить свои руки на них и через систему магнетизма активировать этот взов к божественности. И этот храм омоложения было не просто местом, где люди исцелялись. Это было местом, где они встречались с собой, входящим и уходящим. Каков это был опыт. Некоторые из вас прошли через это. Лемурийцы, которые сейчас здесь из горы, они аплодируют и говорят, да, это именно так, как оно было. Наконец-то хоть кто-то расскажет, как мы чувствовали и как это было, через что нам пришлось пройти, чтобы длиться так долго, пока мы пробудимся. И вот просьба этих лемурицев. Один день, когда солнце будет светить. Я же говорил вам, что погода будет меняться. Не жалуйтесь о движении вибраций Земли. Придет время, когда солнце будет светить, и вы пойдете на гору, и эти лемурийцы покажут себя вам, и они будут наполнены светом, звуком. Это будет свет вибрации. Послушайте это, проверьте это, потому что вы увидите яркий свет. и некоторые смогли это сделать. Завидите к божественности. Самая сильная часть исцеления. Мы будем делать то, что мы никогда раньше не делали. Вот уже первый. Но это самый красивый первый. Эти муты я сказал, это было бы хорошее время исцелиться. Некоторые из вас слышали это. Это будет хорошее время исцелить все ты в печали. Это будет хорошее время исцелиться, если у вас проблемы с отношениями или с работой. Будет хорошее время исцелиться, быть в мире. Будет хорошее время, чтобы прочистить свою биологию. Хорошее время для того, чтобы заболевание в вашем теле ушло, потому что вы активировали определенные слои ДНК, которые в буквальном смысле изменили химию, биологию вашего организма до такой степени, что это стало неуместным в божественном условиях. Подумайте об этом. Что вы думаете, исцеление? Это когда тело балансируется божественным образом и не позволяет неуместным вещам существовать. Как бы вам хотелось изменить скорость старения? Может быть, пришло время поговорить с лемурийцами, они вас будут ждать на лобби. Итак, мы будем делать кое-что. Некоторые из вас пришли, чтобы посмотреть и получить удовольствие. Дорогие мои, это так уместно, и мы вас так любим. Для тех, кто смотрит, для тех, кто получает удовольствие, вы поддерживаете. Вы маяки века. Вы те, кто создадет мир на земле. А также были те, у которых было много неприятностей. Они пришли и говорят, надеюсь, что я смогу быть другим, надеюсь, что я уйду другой. И, возможно, это ты. И я попрошу тебя, а ты серьезно надеешься сидеть там? Ты... Это... Слушай, партнер, я хочу, чтобы ты развивал это медленно. Никогда раньше не было такой возможности. В 16 лет ты позволял этому голосу проходить через этого человека. И мы готовы для чудес, пуденции. Это никогда не случалось таким образом. У нас никогда не было Яви и Кахо вместе. У нас не было энергии лемурийцев таким образом. И в этот год все изменилось. Серьезен ли ты? Ты знаешь, кто ты. И если ты собираешься сидеть там и быть анонимным, то энергии здесь не будет. Вот что будет. Мы все, включая Крайон и антураж, который пришел с ним, мы все хотим взять момент и послать вам невероятную силу исцеления. И я не желаю никого позорить здесь, но я вам скажу первый раз, если вы серьезны об изменении своей жизни прямо сейчас и об получении исцеления в этой комнате в следующие два дня, я попрошу вас встать. Встаньте. Не вставайте, если вы не имеете это в виду. Хорошо. А теперь позвольте нам общить вам. Кахо, ты знаешь, что делать. Яви, ты знаешь, что делать. И антураж, который здесь, знает, что делать, потому что они просили именно этого. И лемурийцы в горах поощряют и стоят и говорят, наконец-то. Вот оно, обязательство. Здесь. И вена. Здесь. И вот сидите там и чувствуете это давление и плотность духа тех, кто в горах, тех братьев и сестер, которые нажимают на вас и знают, через что вы проходите. Они знают, что течет по вашим венам. Позвольте вашему телу и ногам быть омытым, с головы до ног. Позвольте этому быть началом процесса исцеления, который придет в этот векенд, и вы уйдете другими, нежели чем пришли. И вот уже шесть из вас. Восемь. Четырнадцать. Держись, партнер. Ты никогда не видел этого раньше. Можете ли вы слышать, как мы поощряем вас, ликуем? Слышите ли вы звук этого орхестра, если вы можете? Это ваша ДНК начинает балансировать своим божественным способом. Пришло время, чтобы ваши печали ушли. Так жалко, что вам пришлось иметь их так долго. Некоторые из вас могут отложить тот груз, который вы носили так долго, потому что мы омываем вас. Просто стойте там, почувствуйте этот ветер, почувствуйте прикосновения, то, что происходит. Некоторые из вас смогут почувствовать запах различные, и прикосновения. Вы никогда раньше не позволяли этому случиться. почти это слишком, чем мой партнер может вынести. Вы можете сесть. благословен человек, который понимает то, что сейчас произошло. потому что это точка отсчета для комнаты, не для города, не даже для земли, но для тех жизней, которые здесь. есть те, кто был свидетелем этому, и это будет видимо многими. И они запомнят этот день. Даже когда вы уйдете с земли, будут говорить об этом. мне, когда лемурийцы встретились с вами, сов божественности. И вот пришло время идти. Это действительно очень сложно оставить это место. Связь была сделана впервые, которая запретила того, что мой партнер видел в этой работе. И я скажу вам, что это человеческие существа только что влюбились друг в друга. На клеточном уровне баланс происходит, и исцеление достигнуто. Достигнуто. И это действительно так. Мы благодарим за удовольствие и радость вашей компании. Спокойной ночи. Возвращайтесь. Готовы для яркого, бриллиантного, радостного, наполненного сердца для Тафтра. Спокойной ночи. Спасибо. 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 Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok